Здравствуйте! В эфире обзор мировых рынков. Я финансовый эксперт компании Alpari Айзап Соломов. В этом выпуске я вам расскажу о ключевых моментах 2020 года, подводя итоги именно в макроэкономическом плане, и посмотрим с вами перспективы на 2021 год на торговые активы, такие как евро-доллар, фунт-доллар, нефть марки Brent и также золото по отношению американскому доллару. На начале 2020 года участники рынка и также аналитики не могли представить то, что на рынке может произойти такого рода рецессия и также быстрое его восстановление в виде V-образного колебания. Если мы с вами говорим о валютной паре евро-доллар, начало 2020 года стартовало от цены 1.12223. Со времен прихода первой волны коронавируса и также именно локдауна, которые произошли, американский доллар показывал стремительное укрепление по отношению евро, и евро удешевился до отметки 1.06359. Общее падение тогда составило 5.39%. В тот момент как раз же валютная пара евро-доллар сформировала свое историческое дно, и Европейский Центральный Банк и Соединенные Штаты Америки, Федеральная резервная система начали формировать пакет поддержки экономики. В тот момент Европейский Центральный Банк сохранил свою процентную ставку на нулевом уровне, когда как именно Федеральная резервная система США начала сокращать процентную ставку до значения 0.1% до 0.25%. И такой фактор повлиял на рынке. Американский доллар начал стремительно удешевляться по отношению именно всем ключевым рисковым активам, в том числе это был евро и великитанский фунт стейлинг. В тот момент великитанский фунт стейлинг тоже удешевился, так как начало года он стартовал от цены 1.3252, тогда как именно Brexit как раз же был разрешен на счет выхода Великобритании из Евросоюза и момент пришел именно разрешить проблему с торговым соглашением. И так как именно коронавирус затормозил проект именно соглашения, британский фунт стейлинг сильно удешевел по отношению американскому доллару и достиг отметки 1.14098. Общее падение великитанского фунта стейлинга в тот момент составило 13.89%. В тот момент как раз же участники думали, что евро скоро догонит великитанский фунт стейлинг и стоимость данных активов будет одинаковая. И будут именно они двигаться практически равнонаправленным движением. Но опять же, великитанский фунт стейлинг в тот момент начал резко укрепляться по отношению американскому доллару, так как главой Банка Англии старал Эндрю Бейли, который как раз же был именно приверженцем количественного смягчения и начал именно программу количественного смягчения в масштабном порядке в Великобритании для того, чтобы спасти экономику Англии и также восстановить спрос на великитанский фунт стейлинг. И евро, и великитанский фунт стейлинг начали показывать активный прирост против американского доллара, так как Федеральная резервная Соединенных Штатов Америки начала печатать новые деньги. Это называется на рынке вертолетными деньгами, которые не идут возврат в Федеральной резервной системе в виде именно предоставления субсидий, которые не обязуют опять же участников рынка возвращать денежные средства. И такой именно проект в эту ситуацию удешевил американский доллар против именно фондовых индексов и также активов. И укрепила в этой ситуации нефть по отношению американскому доллару. Так как американский доллар терял в своем стоимости, нефть как раз же бодро в этой ситуации именно укреплялся по отношению к активам. Если возвращаться опять же на начало года, как раз же нефть торговалась на отметке 66 долларов за один бар нефти. В первой волне произошло основное гигантское падение стоимости нефти по отношению американского доллара, так как все страны начали объявлять локдауны, закрывали свою территорию и прекращали авиасообщение, и это привело к увеличению приложений на рынке с учетом сокращения спроса. В тот момент фьючерсные контракты начали первоначальный обвал цены на нефтяном показателе, а нефть по цене спустилась до отметки 19 долларов 39 центов за один баррель нефти. Общее падение в тот момент составило 70,62%. На конец года нефть начал восстанавливаться, так как здесь были опубликованы данные на счет вакцин от компании Pfizer, BioTech и AstraZeneca, которые помогают в текущей моменте восстанавливать спрос на нефть, так как транспортировка этих вакцин приводит к повышению спроса нефти. Транспортная логистика, которая восстановилась в мировом рынке, добывает в этой ситуации укрепление нефти по отношению американского доллара. На этом фоне процентном соотношении нефть с начала года до конца 31 декабря удешевился на рынке на 21,08%. Ну а теперь о золоте. На начало 2020 года золото торговалось на отметке 1517 долларов 11 центов за одну тройскую унцию. Как раз же именно появление коронавируса и также торговая война между Китаем и Соединенных Штатов Америки и также понижение процентных ставок центральных банков мира привело к укреплению золота по отношению американскому доллару и повышению спроса на него как защитному активу. В августе месяце золото достигло максимального своего нового значения и она была по цене 2075 долларов 28 центов. Общий прирост с начала года до августа месяца золото выросло в процентном соотношении 36,79%. Но когда началась публикация в этой ситуации сообщения насчет новой вакцины коронавируса именно со стороны опять же пиотехнологической компании и также центральный банк и начали продавать большой объем своего резерва, золото начало дешеветь и в ноябре месяце она достигла отметки 1764 доллара 57 центов. Но в декабре как раз же именно появление в этой ситуации сообщения нового штампа коронавируса опять же повысило риски на рынке и привело к укреплению опять же золота как валюты тихой гавани. И на фоне итога 2020 года золото закрепилось по цене 1898 долларов и 29 центов за одну тройскую унцию. Общий прирост составило с начала года до конца 25,13%. Ну и теперь, если вернемся к валютным инструментам. Валютная пара евро доллар и фунт доллар после мартовского обрушения против американского доллара начали быстро восстанавливаться. Мы с вами об этом ранее говорили. Основное восстановление данных активов и удешевление американского доллара связано было несколькими причинами. Первая из них это монетарная политика Федеральной резервной системы и программа восстановления фондового рынка США. Так как американскому рынку первоначально важен фондовый рынок, они начали удешевлять американский доллар для того, чтобы восстановить такие индексы, как S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones и также Russell 2000. Данные инструменты важны для американской экономики, так как именно восстановление данных индексов приводит к росту стоимости акции. А это дальнейшем приводит к созданию и формированию новых рабочих мест именно тех отраслях, которых было потери во время первой волны. Как раз же при первой волне динамики безработица США достигла рекордных 20% и начала резко сокращаться на фоне восстановления фондовых индексов. Федеральная резервная система до сих пор сохраняет свой взгляд именно в восстановлении и удержании восстановления индексов для того, чтобы именно уровень безработицы сократить ниже 6%, а это является для них ключевым в текущем моменте приоритетом. Вторым ключевым фактором, который повлиял на укрепление евро и британского фунта стеллинга против американского доллара, стал Brexit и заключение торгового соглашения между Европой и Великобританией. Данный процесс был долгим и сложным, но все-таки переговорчики со стороны Великобритании Дэвид Фрост и со стороны Евросоюза Мишель Барне смогли договориться. Глава Еврокомиссии Урсула Фандерляйн и также премьер-министр Борис Джонсон смогли все-таки достичь результатов и подписали торговое соглашение, что и привело в эту ситуацию к стремительному укреплению евро и британского фунта стеллинга в виде получения струхов, то, что именно достижение торгового соглашения скоро будет. Это дало в эту ситуацию укрепление евро и британского фунта стеллинга против американского доллара. Евро на итоги года достигло отметки 1,22157, общий прирост с начала прошлого года до конца составил 8,85%, а великобританский фунт стеллинга укрепился до отметки 1,36561, в общем фоне укрепление составило 3,06%. Процент соотношения, конечно же, здесь не велик, укрепление великобританского фунта стеллинга и евро, но если мы с вами посмотрим общую динамику графика, то там можно заметить то, что укрепление валютной пары евро и британского фунта стеллинга против американского доллара достигло мартовского пикового момента 2018 года против американского доллара и индекс доллара сейчас находится в исторических минимумах за 10 лет. И такой именно момент говорит то, что спекулянты сейчас в данный момент готовятся к дальнейшему удешевлению американского доллара против всех основных активов. Но это может ли произойти? По данным Блумберга, спекулятивные позиции на удешевление американского доллара по основным шести корзинам валют против индекса доллара в текущем моменте находятся на максимальном значении за 10 лет. И участники рынка думают, что данный показатель может среагировать таким образом, что евро и веканский фунт стеллинг в дальнейшем могут укрепляться против американского доллара. Но в истории есть аналогичные моменты, когда американский доллар при таких ситуациях резко укреплялся под отношением с всем основным активом. Почему такое может произойти? Здесь как раз же работает система «покупай на слуху, продавай на фактах». Когда тайна семи печатями становится явным и больше участников обращают на это внимание, ключевые игроки начинают двигать рынок в иное направление. Такой формат может и произойти сейчас. Многие участники рынка могут, видя такой очевидный фактор, попасть в ловушку. Поэтому будьте осторожны при дальнейших торгах и учитывайте в этой ситуации мани-менеджмент и правила управления капиталом и рисками. Вот мы с вами разобрались с итогами 2020 года и коротко вас ознакомили с событиями, которые повлияли на ключевые торговые активы. Теперь давайте перейдем на новые горизонты 2021 года. Какие перспективы есть и какие события могут повлиять на ключевые торговые активы, такие как валютная пара евро-доллар, фунт-доллар, нефт-марки Brent и золото. В экономическом плане в 2021 году первостепенной задачей стран станет именно восстановление показателя ВВП с учетом сокращения уровня безработицы. По данным МВФ Международного валютного фонда, если мы с вами рассмотрим предыдущее значение, которое дается последним и пока что именно ожидание 2020 года – ноября месяца, у Соединенных Штатов Америки 2020 год закроется именно отметки минус 4,3%, в еврозоне получается общее падение составит минус 8,3%, и в Великобритании сейчас прогнозируется падение минус 9,8%, когда как именно в 2021 году восстановление показателя ВВП на территории США ожидается 3,1%, в еврозоне ожидается 5,2% и в Великобритании ожидается 5,9%. Если восстановление экономики будет в таком темпе продолжаться и сокращаться будет именно уровень безработицы, то центральные банки начнут повышать постепенно процентную ставку. Какая страна первая начнет повышать процентную ставку, у той страны валюта начнет удорожаться по отношению к другим активам. Сейчас в данном моменте перспективы участника рынка отдают американскому доллару, так как министром финансов при новом избранном президенте США Джо Байден становится Джалет Йеллен, бывшая глава Федеральной резервной системы США, которая раньше держалась именно голубиной риторики, то есть именно славу американского доллара. А сейчас именно на посту министра финансов по аналитическому мнению страны Блумберга она может дать сильную риторику укрепления американского доллара на фоне его удешевления на периоде 2020 года по всем ключевым параметрам и инструментам. Такой фактор ожидается, что данная риторика может воздействовать на рынке после 20 января, когда Джо Байден станет уже президентом США и полностью займет именно Белый дом. 100 дней будет показывать в этой ситуации после 20 января, какие перспективы и реалии будут именно у экономики США, потому что первые 100 дней действия Джо Байдена могут именно предоставить в этой ситуации общий фон определения, как будет именно 4 года его правления идти. Если говорить о своих ожиданиях, в первом квартале 2021 года я ожидаю укрепление американского доллара против основных активов, таких как евро и великанский фунт стейлинг против американского доллара. Почему? Американский доллар с марта месяца удешевлялся против именно евро и великанского фунта стейлинга. У Европы есть свои проблемы, связанные с инфляцией. У них дефляция, то есть инфляция находится в отрицательной зоне. Для того, чтобы его укрепить и кроме этого достигнуть в этой ситуации целевого уровня 2% показателя CPI или же индекса потребительских цен, Европе понадобится удешевление евро против американского доллара. Ранее они этого не делали, потому что именно Brexit не было понятно, торговое соглашение будет заключено или нет. А сейчас торговое соглашение уже заключено и Европа может постепенно одумываться насчет именно удешевления евро для того, чтобы индекс потребительских цен повысить и сократить уровень безработицы, который и так из-за второй волны коронавируса сейчас в данном моменте опять начал нарастать. И также новый штамм коронавируса, который вводит испуг участников рынка и привело к тотальному локдауну на территории Великобритании и Евросоюзе, может в этой ситуации спровоцировать укрепление американского доллара как валюты тихой гавани, так как евро и витанский фунт стейлинг перекуплены против американского доллара в текущей моменте. И этот фактор может привести к первому кварталу 2021 года удешевление евро против американского доллара в районе 2%, а витанский фунт стейлинг может удешевиться в районе 3% против американского доллара. А теперь о черном золоте. Тотальное введение локдаунов на территории Европы и также Великобритании может постепенно спровоцировать опять же увеличение приложения на рынке с сокращением спроса на нефть. И такой фактор может привести к коррекционному падению стоимости нефти от текущих именно своих максимумов. И в таком моменте мы ожидаем примерное падение нефти от текущих котировок в районе 7-8% падения против американского доллара. Но не более, потому что ОПЕК-плюс постепенно увеличивает именно объем добычи и учитывает в этой ситуации возможные риски, которые может привести новый штамм коронавируса в виде именно введения локдаунов на территории многих стран мира. Самым основным показателем в этой ситуации станет все-таки Китай. Если в Китае именно появится новый штамм коронавируса и количество инфицированных будет масштабно расти, как на примере в Соединенных Штатах Америки, то такой фактор может конечно же ввести на рынке черную лебедь, то есть именно привести второму виду обвала на рынке, как было это при первом волне. И такого фактора конечно же многие учитывают такой возможный риск, но с учетом этого все-таки ведут именно агрессивную торговлю и укрепляют именно свои позиции в рисковых активах, в том числе и нефти сейчас. А это значит то, что восходящий тренд нефти может сохраниться и в дальнейшем может именно сформировать для себя новые вершины и высоты, в том числе как начало именно 2020 года может он достигнуть именно ценовой котировки 66 долларов за один вар нефти. Но напоследок о желтом золоте. Золото до сих пор сохраняет свой восходящий тренд. На первый квартал 2021 года я ожидаю то, что золото будет формировать для себя боковое движение цены. Нижний предел будет именно формирован в отметках 1800 долларов за одну тройскую унцию, верхнее сопротивление в отметках 2000 долларов за одну тройскую унцию. Это все связано с новым штаммом коронавируса, который бушует в мире и также именно процентной ставкой центральным банком, который держится до сих пор в нулевых зонах своих. И такой фактор не даст удешевление золота в ближайший первый квартал. Ну и также эффективность вакцин до сих пор не демонстрирует нужных результатов для того, чтобы участники рынка могли сократить свои объемы от защитного актива золота и переориентироваться на другие рисковые активы. Так как именно эффективность вакцин еще требует время, как минимум еще должно пройти полгода, чтобы мы получили нужные значения. И также количество инфицированных, если будет сокращаться в районе 20% хотя бы на неделю от общего числа инфицированных, которые находятся сейчас на ННТ в сутки, то это будет именно одним из самых перспективных результатов. То, что вакцина дает свои результаты и количество инфицированных начинает именно сокращаться и человеческий иммунитет все-таки берет свое. И человеческий иммунитет борется против КМВ-19. И такой показатель может именно сформировать в этой ситуации уже медвежье настроение на золоте против американского доллара. Спасибо за внимание. На сегодня это все. Желаем вам всем финансовых успехов. Инвестируйте, чтобы создавать дополнительные источники дохода. Не знаете как? Смотрите обзор мировых рынков на телеканале УзРепорт ТВ, а также на сайте 3walfari.com. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова